На повестке форума четыре темы. Психология, экономика, прошлые и будущие достижения России, становление российской государственности и современная геополитика. Если один ребенок видит, что он сильнее другого, то его риторика к другому меняется. Он может ему навязывать свою волю и так далее. То же самое в геополитике. Помимо основных докладов, спикеры дали несколько практических советов, в первую очередь в области психологии. Стресс бывает положительным, хотя мы все считаем, что стресс это что-то страшное, происходящее с нами. И поэтому, если мы будем понимать, что есть стресс, я направлен на какое-то действие, учиться с ним контактировать и направлять его в нужное русло. Оказывается, помочь разгрузить негативные мысли можно и при помощи элементарных вещей. Ну что, начнем? Поиграем? В общем, что вам нужно делать? Сейчас, по моему сигналу, вы будете считать, начиная вычисление от числа 997, каждый раз вычитая 9. Хором. Справитесь? Да я думаю, вы. Основные цели таких мероприятий – проинформировать государственных служащих по самым актуальным на сегодняшний день вопросам, повысить мотивацию к самообразованию. Это нужно для общего развития, для всех людей, чтобы знать, что происходит в мире, непосредственно даже в области, что происходит на границах Российской Федерации, где-то за рубежом, для самообразования. Каждый государственный служащий, неважно в какой сфере направлении он работает, он должен быть и политологом, и историком, и психологом, и так далее, и так далее. Потому что сегодня требования к современному государственному служащему становятся все серьезнее и жестче. Лекторы знания до конца 2022 года планируют провести более тысячи подобных лекций по всей России. Валентина Матвеевская, Алексей Рязанцев. События. Брянск.